А как с тонкими телами? Что касается темы тонких тел, я сейчас углубляюсь в этих ощущениях, потому что для меня сейчас стало актуальным погружение в себя как энергетическую составляющую. Потому что я себя на данный момент ощущаю как энергия, как проявление этой энергии. И как энергия это взаимодействует с пространством, которым я являюсь. То есть у меня такая игра взаимосвязи такой тонкой. На словах это очень сложно объяснить, потому что это чувственная составляющая. То есть это глубоко чувственные опыты, которые можно только передать. Можно как-то дать почувствовать. Можно как-то погрузить человека своим естеством. Объяснить в словах, особенно в двух словах, это практически нереально. Лучше это ощутить самому, чем как-то на слова пытаться это понять. Потому что ум всегда устроен так, что он анализирует. Он как-то все это ограничивает. Но эта штука, она, вот ощущение тонких тел, это за грани ума. То есть ум как будто отключаешь, как будто ты оставляешь его на своем уровне. И идешь как-то в расширение, что ли. Как-то в свободу какую-то. То есть ты идешь в какое-то другое пространство. Более открытое. И это постоянный процесс. Он постоянно меняется. Он постоянно ум пытается взять вверх. Он пытается как-то сжать. Но когда опыт приходит от этого расширения, все равно человек стремится к удовольствию. То есть у нас природа такая. Мы стремимся к удовольствию, к расширению, к свободе. То есть это такой природный процесс, если он естественный. Ну вот если к этому это развивать, то это классно. Это, во-первых, дает ощущение комфорта, как минимум. То есть я нахожусь в таком комфортном состоянии. То есть если раньше я вижу, находился в таком сжатом, напряженном состоянии, то сейчас я постоянно вижу, где у меня какое напряжение. Я направляю туда внимание. Или если я не в радости, то это состояние радости я вызываю. То есть это какое-то состояние контроля. То есть убирая контроль, получаешь контроль другого уровня. Все, что связано с ситхами, ощущения этих тонких тел. Не знаю, насколько ситхи, но вот у меня есть четкое ощущение человека. То есть есть какое-то поле, которое шире моего тела, которым я воспринимаю пространство. Если так можно выразиться. И вот когда в это поле приходит человек какой-то, один или несколько, то я ощущаю этого человека полностью. То есть в каком он состоянии находится. Но можно сказать, что обмануть у меня уже невозможно. То есть я чувствую фальш, я чувствую ложь, я чувствую печаль, грусть. То есть я чувствую это его как себя. Потому что он является частью меня. То есть и вот эта стенка, она, ну как будто бы ее нет. Пситха нет, не знаю. Ну по крайней мере, раньше у меня такого не было. Это уникальная какая-то возможность. Ну просто вот ощутить человека, вот врет он или нет. Это уже, мне кажется, уже что такое сверх необычного. Ну когда общаюсь с человеком или слушаю, когда кто-то говорит, то наперед уже понимая, о чем хочет человек сказать. То есть я уже, Саша только начал говорить, я уже понимаю, о чем, ну как бы суть его вопросов. Тоже такая штука как-то интересная приходит. Это в виде как прямого знания, что ли. То есть наперед ты уже понимаешь, о чем идет речь. И это как такое прямое знание, оно как бы параллельно идет. Есть мыслительный процесс, а есть вот такое прям без фильтра просто приходит такое знание. Это как эта внутренняя убежденность. Да, это так. Как это объяснить? Ну потому что уходит вот это все, возмущение ума. Так вот, все, что касается опыта и понимания того, на каком я уровне, конечно, безусловно, приходит. Потому что, ну вот это, ну иначе бы все равно ум как-то отмечает, что вот да, о, такого еще не было, о, это вот как-то так. Ну это все параллельно происходит. На самом деле это как-то внимание не уделяешь большое, больше уделяешь внимание тому ощущению себя как энергии. И вот у меня был такой опыт расширения такого прям невероятного. То есть я попробую объяснить, что со мной произошло. Ну в какой-то момент я там на гвоздях постоял или что, то есть или перед практикой как-то, ну вот какое-то у меня было такое вот ощущение, довольно-таки странное. Я вышел на балкон, ну посмотрел на вид хороший там у меня на море и чувствую, что у меня как будто бы какое-то внимание куда-то зовет в какую-то другую точку. Ну и вот какой-то сзади направил внимание, я смотрю, оно туда уходит. И это внимание начало туда как-то уходить. И я почувствовал себя, ну не то чтобы всем, но всем, что я вижу, по крайней мере. Все, что в моем взоре находилось, все, что я видел, я стал этим всем. То есть я стал видеть все, что находится далеко, так же явно и четко, как то, что я видел близко. То есть для меня не было понятия, ну даль какая-то или там что-то близко или далеко. Было просто вот такое состояние объема. Но вот сказать, что 3D объем, 5D, нет, это 10D или 100D. Это какая-то четкость, какая-то глубина, это какой-то такой невероятный объем. И все это ощущалось как будто внутри меня. Вот, то есть не было вот этого оценки какой-то вот этого. То есть как будто бы ушел этот фильтр ума и осталось чистое восприятие происходящее. Так вот оно настолько насыщенное, настолько объемное, сочное. Даже звуки, вот как это вот объяснить, я их слышал не ушами. Я их слышал, то есть я их воспринимал. То есть это даже не как слух, звуки воспринимались, а вот как проявление вибрации какой-то. Причем она, эта вибрация воспринималась в том месте, откуда возникала. Из источника. Из источника. Там же воспринималась. То есть вот энергия вот эта тонкая, вот волны какой-то. Она вот, возмущение произошло, и в том месте оно и воспринялось как-то классно. Потом у меня как будто бы появил, ум пытался меня вернуть, как-то сузить. Я это чувствовал, это состояние. Конечно, мне приходилось какое-то создавать намерение, силу какую-то преодолевать. Потому что он как бы сильно пытался меня опять сжать в тот момент. Но я как бы преодолевал это сжатие и пытался вот в этом расширенном состоянии находиться. Я увидел, что появился вот как в виде прямого знания вопрос, ну как бы где тело? Мне стало действительно интересно, действительно, где тело? Я начал руками махать перед собой. Я видел, но я их не ощущал. То есть они просто сами собой махались, как бы перед глазами проявлялись. Но ощущений этих рук у меня не было вообще. То есть я понял, что я просто не тело, вообще не тело в принципе. Что я даже, что я просто про восприятие. Что я просто восприятие, чистое восприятие здесь. А все остальное только оценка ума. То есть ум меня как бы ограничивает в моменте. И как только это осознание пришло в виде прямого знания, сразу включился ум. У меня так ждало, и все стало на свои места. И я стал как бы воспринимать уже через этот фильтр. В этот момент я убедился, что это действительно так. Что я не просто тело, что я не просто восприятие какое-то такое умственное. Что я не просто набор каких-то ощущений. Ну вот все, что нам привычно, все, что мы сейчас пяти органами чувств ощущаем. Но есть какие-то ощущения, более тонкие ощущения, более тонкие тела. Более тонкие тела, через которые я воспринимаю это. И они как будто бы активизировались. И вот это было четкое понимание, что есть нечто более тонкое, которое воспринимаю. И вот когда я это развиваю, потому что у меня уже вариантов нет. Я как бы в этом убедился, что это так. Все, и я как бы сейчас у меня просто нет сомнений никаких, что это не просто нужно развивать. Это просто путь. Это просто путь, да. Все, нет никаких сомнений. И это хочется поделиться с каждым. Это хочется объяснить, как-то передать. Более понятно, как-то найти нужные слова. Что мы все за этим пришли, чтобы себя вот как-то реализовать в этом плане. Потому что это такое ощущение объема, которое просто на пальцах не объяснить. Через ум это не объяснить. Потому что это чувственное восприятие. Более тонкими телами. И выше за грани ума. Ум это все жгымает. Вот в виде слов я сейчас пытаюсь как-то объяснить словами. Но я понимаю, что это просто вот, ну, все мое объяснение, оно настолько примитивное, что мне даже грустно становится. Что я не могу это передать вот это вот как-то объемно, вот ощутить как-то вот это вот ощущение. Вот. Но хочется, чтобы это каждый почувствовал. И есть конкретная методика, как это сделать. Это круто, что это можно сделать пошагово. Что это не просто какие-то слова, что это может быть, а может не быть. Это каждый может. То есть, если он отдастся этому процессу, всем своим естествам пойдет с полной уверенностью, отдачей к этому процессу откроется, то он это получит быстрее. Ну, кто-то, чем больше сомневается, он просто тратит время на самом деле, и все. А по большому счету мы можем, каждый из нас это может сделать. И довольно-таки быстро. И, ну, как небольшой итог можно подвести, что мы сегодня проговорили о тех семи телах, которые проговорили, да. Оставшиеся шесть тел человек, если не успевает сделать в этой жизни, реализовать их, то, соответственно, он проходит различные уроки уже после смерти. Но задача у нас, как нашего сообщества, реализовать все, абсолютно все тела, при жизни здесь и дальше идти уже за грань того самого атманического тела. Вот. Ну, сейчас просмотрим небольшой такой отрывочек, ну, просто на котором изображено, как происходит это. Многие из вас знают, и у нас заявлен курс как самадхи, что является вообще самадхи. Самадхи, оно, конечно же, бывает нескольких уровней, и это реализация как раз-таки той энергии, энергии всего, энергии нашего начала, из зародыша, основания, поднятия ее через все энергетические центры. Многие культуры об этом говорят, это не секрет. Возьмем хоть Библию, хоть что, и даже в том же Ветхом Завесте сказано, Адамову яблоки и том змеи, искусители. Так это именно как раз-таки энергия, где-то она называется кундалини, шакти, да, которая поднимается от основания и поднимается через весь наш позвоночный столб к самой верхней точке, к так называемой сахасраре или чакре коронной, да, и оно проходит, ну, как бы энергия поднимается снизу, вот здесь вот изображено, как идет энергия внизу, а вот этот шарик, который вы увидите, ну, это мы символически изобразили созвучие, энергию, да, вашу индивидуальную, которая позволяет при взаимодействии с ним в медитации поднимать это, ну, сначала вычищать, конечно, нас от различных там программ, это такой длительный процесс, но поднимать эту энергию. Если у вас идет медитация, вы настраиваетесь на самую тонкую, чистую, высокоматериальную энергию, да, а, как вы помните, эта энергия взята из мира, за пределы мира форм, да, из так называемого дома, то она все ваши энергоструктуры, все ваши тела настраивает именно на этот выход, за пределы всего, за пределы всех концепций, всех умственных, различных, ну, всего того, что мы с вами представляем. Это все просто наша интерпретация всего, наше представление обо всем. Ну, вот таким вот образом происходит это поднятие. У кого-то оно бывает случайно, у кого-то кто-то испытывает опыты поднятия той самой кундалини или этой энергии, кто-то его когда-то испытывал, но это то, про что говорят все священные писания, в том числе и индуистские, и они все стремятся к маха-самадке, это как раз-таки, когда эта энергия доходит до макушки.